здравствуйте дорогие друзья с вами трофим смотрите что получается друзья у меня вот такая вот ситуация бывает особенно когда я в дороге на моей фуре да на траке на моем грузовике когда я путешествую по разным штатам городам у меня по работе немножко есть изменения я дальше в будущем буду вам об этом рассказывать показывать сейчас я не буду об этом пока рассказывать но дело в том что вот я часто когда в дороге грузовик он здоровый понимаете то фура длинный такой прицеп не везде заедешь бывает так вот приедешь на какой-нибудь тракстап да ну и что-то хочется поехать покушать там с собой чего взял все закончилось где-то поехать покушать она тракстапе бывает макдональдс это очень нехорошая еда ну и какая-нибудь еще дрянь ну и так вот смотришь в районе там 5 миль бывает 6 миль там 3 мили какие-нибудь хорошие есть рестораны допустим у тебя суще люблю а суще это такая такое место что ну не на каждом перекрестке они есть и мне надо вот поехать покушать на грузовике не могу поехать потому что он очень большой и вот приходится брать такси и ехать это покушать вернуться обратно такси стоит дорого бывает недалеко от дома я приехал поставил свою фуру надо домой попасть там чтобы домой попасть опять же беру такси у нас убор она лучше чем такси даже тоже как такси то частники гоняют на машинах но у них очень цены подорожали и вот так вот буквально две-три мили проехать убор хочет 22 доллара вот и часто мне приходится это делать и мне это надоело делать и я что-то придумал я сейчас подъезжаю к магазину безбай и я уже там что-то купил и сейчас я друзья буду вам показывать что это такое друзья значит я сходил безбай взял мой ящик тоже купил в безбай ничего снимать не стал там они какие-то бешеные не разрешают снимать плюс эти маски придурочные вот короче я над на тачке вот на этой привез коробочку и положил вот в кузов и сейчас едем домой и я вам покажу что это такое и будем это распечатывать значит друзья приехал я домой и эта коробочка вот она передо мной вы ее увидите вот скоро я вам покажу тоже тяжелая такая вообще я ее на свою горбу вот так вот притащил домой вот ее поставил сейчас друзья буду с вами делиться вот так вот друзья начинаем с потолка опускаем опускаем и вот смотрите друзья вот это вот вот такая вот цаца короче поворот байс segway скутер такой электрический найн бат кик скурер вот модель g30 л.п. и бонус внутри это вот такое значит седло и они говорят что это седло стоит 119 долларов и 9 99 центов и типа якобы это седло это как бонус значит в этой коробке но мне это седло как бы не нужно я может быть его за 119 долларов так и продам вот а мне нужен скутер он хороший такой скутер ребята он хорошая такое знаете quality качество такое хорошее у него колеса надувные не просто резина надувные колеса вот значит сюда вот он даже ну будем это распечатывать его и вот смотрите его значит его данные максимум спид 18.6 миль это значит 30 километров в час он разгоняется максимально потом что у нас тут максимум range тони форку и найн 24 ну короче 40 километров можно на нем уехать максимум на одном заряде потом у него передние и задние леди фары свет потом он значит айпи x5 water resistant значит это короче ну водонепроницаемый там значит на определенном уровне так потом ten inch tubeless tires значит 10 инчей бескамерные эти покрышки потом dual breaking system это значит двойная тормозная система значит тормозят сразу задние и передние одновременно вот ножка такая видите подставка его можно поставить вот так просто и он будет стоять и дальше что там у нас еще это максимум слоп тони процент значит он может 20 процентов на на подъем и подыматься и он значит у нас сворачиваемый его можно значит руль вот так вот вот тут откручивается и он так хопа но это буду уже показывать вам в деле сейчас друзья значит так я без видео ассистента сейчас придется мне его поставить где-то на треножку и так немножко по колхозному буду показывать как я его распечатаю ну что друзья надеюсь там все будет видно вот я взял ложечки смотрите друзья и начинаем распечатывать коробочка я вам скажу не лёгенькая не лёгенькая это конечно плохо я думал будет немного легче чтобы знаете его с собой с машины вести потом это самое грузовик его грузить в трак я же был хочу с собой в грузовике везде возить этот скутер и он немножко тяжелый мне это немножко огорчило что такой тяжелый но из-за батареи сейчас мы начать его распечатаем да друзья я так люблю новые вещи распечатывать это просто кайф ой порвал коробку это жалко ну ничего все равно эту коробку я выкину мне особо не надо так открываем и тут коробки еще две коробки значит это вот основной скутер это значит самокат электрический скур и и тут вот эта сидушка которую я скорее всего просто продам сейчас мы будем вытащим просто самокат оттуда этот а эту сидушку так и оставим я ее распечатывать друзья не буду я ее просто продам так матрешка у нас здесь коробки еще коробка вот так друзья смотрите вот сам этот красавчик получается они также продаются просто в такой коробке а потому что такая большая из-за того что бонус тут сейчас я вам друзья покажу эту коробочку сейчас на эту технику в безбай скидка он стоил 750 долларов а сейчас 650 долларов он стоит так ну что друзья сейчас покажу вам эту коробочку вот видите и тут вот еще такая вот симпатичная коробочка уже без сидения этого вот так вот такой вот симпатичный вот самокатик и тут вот сидение это так далее друзья распечатаем дальше эту матрешку распечатываем берем ножнички и еще раз разрезаем вот эти вот стропы и теперь эту коробочку тоже открываем только не хочу ее порвать как первую вот так вот и вот сейчас я покажу вам этого красавчика вот такой вот он здесь видите как хорошо упаковали все так хорошо так все все нормально тут вот всякие инструменты зарядки сейчас будем это все тоже оттуда доставать здесь у нас такой вот такой вот значит инструмент это все которые там на нем шурупы вот это он все может откручивать такой вот блок питания друзья вот такой вот блок питания тут значит у нас такой power cable видите на американский стандарт так вот и тут вот смотрите это чтобы это значит extension чтобы колеса накачивать вот так вот раз насос чпок extension такой все может даже насос там есть мы не уверены будем проверять теперь далее снимаем эту верхнюю часть вот так вот снимаем это тоже и далее сейчас будем его отсюда вытаскивать он значит давайте сразу вот эту подымем тут такой замок чтоб ничего не сломать торопиться нельзя раз раз я потом покажу друзья вам подробно как как она там все складывается раскладывается но сейчас я пока его попробую туда вытащить вот так вот раз вот здесь нужно будет прикрутить шурупы два здесь два здесь и того четыре еще два здесь шесть шесть шурупов надо будет прикрутить чтобы руль был закрепленный продолжаем дальше распаковку далее достаем тут еще пенопласт и будем эту всю технику откуда вот так вот раз друзья смотрите какая техника вот так вот оттуда его раз вот как плохо без ассистента друзья уже видел какое будет такое будет вы уже меня простите так вот такая вот техника смотрите раз вот такой вот красавчик вот мощная техника очень такая большая объемная батарея сейчас друзья следующий кадр вам покажу уже без этих всяких обверток целлофана прикручу туда эти шурупы значит вот в этом пакетике вот это вот 10 меню бук книжечка на него тут идет хардвер шурупы значит сейчас мы эти все шурупчики покажу вот вот такой пакетик там вот эти шурупчики все сейчас мы оттуда достанем вот такие вот шесть штучек и сейчас я их друзья все не кручу сюда на место и друзья знаете что у меня два друга среди привет ко мне на таких же байках и вот и вы как как три ненормальных байкера будем на уши весь район ставить сегодня вечером так что город хэппи валы держись мы сегодня будем уровень по этому городу все собаки будут потревожены будут за нами по улицам бегать авто пятки кусать а мы будем с пацанчиками носиться по улицам хэппи валы закручиваем все эти шурупы конечно друзья это кроме того что я буду в траке возить я конечно буду на выходных гонять на нем у нас сейчас на них такая мода пошла не тоже прямо масштабно а вот в кругу моих друзей мы вот короче практикуем такие мопедики такие вот самокатики и мы имеем очень много фана катаемся по районам это прикольно вот так вот сейчас мы все это закрутим затянул их все шесть до легкого упора сильно тоже перетягивать нельзя вот такой вот ключик не замудренный если вдруг вы потеряли то это не проблема продаются такие инструменты разные так теперь снимаем все эту клеенку снимаем вот так раз теперь заднего колеса не упал два и тут вот три переднее колесо вот и я эти все вещи сохранил подержу где-то месяц если этот самокат не принесет никаких проблем то эти все коробки я выкинул мусорку а так вот return policy можно в течение месяца верну его если вдруг что-нибудь не так что-то не работает какой-то дефект я можно можно вернуть обратно магазин ну вот следующий этап я буду оставить на зарядку тут где-то сбоку батареи открывается пробочка и туда подключаем блок питания и друзья нужно его зарядить 6 часов чтобы полностью зарядился занимает 6 часов но я думаю там завода частично батарея заряжена и может даже не 6 часов а может 3 часа колеса значит накачаны все ставим его на зарядку значит подключил я тут вот такой вот незамудренный блок питания смотрите тут вот такое значит у нас плагин вот такая вот система сейчас мы его запитаем к нашему харли дэвидсон у вот такой вот получился агрегат может любой взрослый с большой дядькой на нем гонять рассчитанный на кого угодно на взрослых на детей для детей значит тут вот такой плаг идет я его уже вот так вот предварительно открыл вставляем это значит туда на зарядку так вот раз блок питания пикнул и он пищит и тут вот красная лампочка и как только она позеленеет через часов 6 но я надеюсь быстрее потому что этот аккумулятор он не может быть полностью дохлый это если совсем его убить до конца то тогда 6 часов думаю через три часа ну вот здесь будем наблюдать зеленую лампочку тут вот значит такой спидометр получается как вот снимаем эту значит защиту пленочку эту раз вот так вот хопа и вот это 50 я так понимаю это наполовину он заряженный и вот бегает бары заряжается ну и когда зарядиться потом мы его включим друзья добрый вечер короче это я днем его распечатывал а тут вот смотрите вот у эдика тоже такой эдик скажи моим друзьям здрасте здрасте вот у эдика точно такой скутер лёша скажи моим друзьям тоже здрасте кому ты говоришь это мои друзья на ютюбе у меня 2600 друзей на ютюбе всем привет здрасте лунатики но они на теке друзья мои друзья мои друзья он только понял что это для ютюба вы на и лунатики вы друзья мои вот смотрите как она вся на маленьком ну шо едем кататься до а ну-ка хлопчики стойте а ну-ка мальчишки по позируйте для камеры ну-ка покажите на что она способна она вот так вот друзья мы проводим время с больших мальчишки как маленькие дети мы тут вот пола я буду на обратном пути ехать ты думаешь столько буду ждать 2 я же пишу вот такой вот фан друзья рекомендую покупайте такие скутеры и вы обратно вернетесь а в детство вот будете чувствовать себя как мальчишки 13-летние вот такая вот техника и она в состоянии проехать 40 километров в одну сторону обратно будете на горбу его нести ну все вот такое вот но потом посмотрим проекте вот так тоже батареи будет сядет смотрите что получается это вот мой друг александр он он же мой коллега вот это володя он тоже мой коллега партнер бизнесмен вот ему туса не дома у него тут барашки есть я буду дальше показывать что еще есть вот так вот саша скажи быстро сколько у тебя окра в земле или или гектаров вот саша живет в районе ванкувера штат вашингтон и вот он занимается таким вот сельским делом у него есть куры барашки коровы вот и у него большая территория здоров баран здоров барашки саша нас пригласил на шурпу а я последний раз шурпу ел еще в россии влад ты шурпу никогда не ел вот влад он давно в живет в америке он тут вырос он тем более не знает что такое шурпа значит интересно здесь у него свежий воздух сейчас мы идем посмотреть эти коровы и быки идем по апсеку курс до поля через поле идем и у нас сладом сразу нас такие по россии и по молдавии и украине хотя друзья уезжаю скоро в техас жить приехал навестить саню вот перед уездом он нас пригласил вот мы все вместе работаем трудимся короче мы все водители значит саша это кар это тёлка или корова уже тёлка значит еще молока не приносит до первородка симпатичная тёлка симпатичная такая это рыжая да получается розочка розочка значит племянница розочка то мы хотели переименовать но это сама в честь и в честь ее сделали саш а вот это бычок а то что тоже бычок а то соседский бычок он как газонокосилка как газонокосилка бычок если я к нему пойду он не обидится на меня бычок бычок здравствуй это на мясо да саша ухты это на мясо вот значит барашек я вам показал друзья коров показал еще куры есть ты красивая красивая прямо красавица смотри какие у нее глаза красивые вот так вот живут иммигранты в соединенных штатах на бросьте еле еле перебираемся как нормально но это хорошо живете хозяйство скотинка пасется сейчас покажу вам гарден там вот у саши вот даже дрова есть друзья обратите внимание печку топить можно помещение внизу курочки здравствуйте курочки ну тех немного до пару десятков пару десятков было 45 вы потаскали ну все пойдем дальше пойдем кушать шурпу закрывать до калитку надо на крючочек у вас тут эти лисы бегают лисы кайори лисы селятся осы вот здесь вот ужас летом подошел значит это опасно растащит эти значит если не следите здесь вот у александра виноградники уже был урожай ее на мясо значит тут на мясо вот саша говорит тут корова на мясо вот жалко мне тебя корова летние ты не рассказываешь она на мясо шапана не плакала коровка здесь вот у александра будет в будущем гараж он будет нас и май траки масло менять тут смотрите у него как интересно мастерская такая а здесь вот у я аккуратно отрекламировать это не знаете согласиться точно значит здесь вот а у алекса жены надежды сад тут вот разные цветы я правда нет ничего не понимаю этих цветах вообще не знаю ни одного названия этих цветов простите друзья не понимаю вот подсолнухи только понимаю подсолнухи пахнет очень хорошо цветочки тут вот подсолнухи здесь вот смотрите помидорчики огурчики надежда выращивает вот еще очень много зелененьких помидорчиков перчик болгарский тут у нас вот перчик помидорчики они успеют надежда еще поспеть конечно ты чё я скоро края закрою все здесь тепло будет огурцы вот уже два с половиной месяца друзья вот у надежды есть канал свой на одесс-гарден я вам в описании оставлю посмотрите как надежда занимается своим садоводством надежда все будут подписчики подписываться ну да Володя норвись жене цветов перед уездом не забудь а здесь можно нарывать или только как нарежу по букету я это всем режу букеты вот смотри в мае четыре года назад мы купили эту пропортик только дом и вот этот ремонт внутри снаружи все мы переделали а на второй год мы уже взялись сначала начали что вот эту смородину малину внутри теплицы я посадила и следующая там сзади теплицы мы навозили сам короче яма была болота мы навозили землю трактором и навозили землю и потом где-то вот такой слой земли навозили и потом еще сверху вот столько вот чипов и выровняли короче там же яма была и все и вот начали как бы первый год у нас было немножко а здесь как бы у меня как бы короче первый год мне больше всего дарили все кто что-то дает потому что мы все деньги потратили на ремонт не было ничего чтобы вот тут какие-то улучшения делать и поэтому мне все время кто-то что-то дарил я вот потом начала вот эту клумбу сажать там было несколько цветов всего муж петок и все и потом она начала увеличиваться увеличиваться я стала что-то покупать кто-то еще бы не постоянно что-то дарил и вот так оно пошло 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 и потом я каждый сезон добавляла по клумбе и вот так получилось когда мне говорят ой как ты это в один день как ты могла все это сделать я слушайте но я ж не в один день вот за весну например про нету весна предыдущую весну я мне заняло все три месяца вот эту клумбу делать мы дорожку сделали могут чипы потом мне надо было до вот чипов навести навоза суда кабинки у коров почистила завезла вот это все и получается теперь вот это все очень хорошо растет это потому что очень важно какая земля в какую землю сажаешь а потом уход вообще простой же более когда вот этот ирогеншин я провела сейчас я только хожу траву дергаю обрезаю отшвевшие цветы столько мяса не может быть невкусно особенно это шурпа с бараниной это с ягненка ягненка говорили это картошка тушеная я вам покажу что такое шурпа юра я это запомнил будешь показывать это вот саша приготовил меня я не успел отснять но говорит что на в казане и на дровах я ему верю даже юра видел как юра это правда на дровах он готовил на обгорелых не на свежих не на свежих обгорели все дрова здорово и салаты немножко это но он сделает вот меня позвала надежда меня и говорит что сюда происходит ну вот туда заглядываю вон там просто цыплятки тут инкубатор надежда говорит давай покажу вот инкубатор уже видно так птенчика но здесь еще не видно здесь на неделю позже будет а вот тут вот смотри вот это яйцо немножко как соломка там на нём вот оно над колото да но цыплятки через пару дней будут цыплятки уже ночью он вылезет ух ты а вон еще побольше трещинка я не знаю ты отсюда увидишь в глубине вот если под этим углом смотреть то так видно там уже пол яйца над колото будут цыплятки значит тут завтра да вот вот уже скоро да вижу александр тоже дальнобойщик мы с ним работаем в одной компании под одним брокером вот вот такое вот дело друзья и вот это саня александр друг мой живет за городом за ванкувером в таком вот прекрасном уголку здесь вот животные у него прикольно от всей этой суеты городской вот так вот приедешь сюда и вспоминаешь свою деревенскую жизнь еще когда жил в крыму отдыхаешь душой здесь от всего этого городского прекрасно тут саня наводит порядке еще много у него тут работы вот в будущем тут будет вообще сказка интересная такая вот техника здесь вот это вот уже 3 3 причина чтобы это поставить где горела не отопьешься от этого друзья смотрите я сейчас в аэропорту нахожусь видите башня диспетчерская я сейчас нахожусь между городом сеатл и таком а аэропорт называется все так вот друзья такой вот интересный этот у меня выпуск видите распечатка распаковка этого скутера потом на ферме с коровами с барашками и суп шурпа у александра и сейчас вот я приехал привез посылки amazon груза такие видите вон еще amazon приехал значит друзья смотрите у меня большие изменения в жизни происходят и вот я с вами хочу поделиться что происходит значит друзья я переезжаю жить в техас город даллас и я там дом купил я дальше на канале буду показывать мой приезд в техас как там я свои вещи машину куда загружу это все дальше покажу на канале это конечно будет не сразу у меня сейчас такая жизнь насыщенная такое все происходит моя вся студия упакованная все мои компьютер монтаж все упаковано и я не знаю когда этот ролик даже выйдет но вот такая тема происходит у меня тут сейчас много чего происходит значит я покидаю штат орегон уезжаю жить в даллас вот этот ролик получился винегрет какой-то надеюсь вам понравится и что еще значит еще просьба друзья вот это я был у александра был я на ферме у него и его жена надежда я там тоже немножко говорил она имеет свой канал такое про огород про сад она так старается там все показывает рассказывают я в описании под этом видео друзья оставлю ссылку на ее канал на дисгарден подпишитесь поддержите ее она так старается вот и нужна ей поддержка совсем мало у нее еще подписчиков так что друзья пожалуйста поддержите надежду вот далее сейчас я вам чуть-чуть покажу где я нахожусь это вот на этом вот у меня будет этот ролик винегрет закончится на этом и далее друзья наблюдайте я не знаю у меня сейчас ролики редко выходят потому что у меня в жизни много чего происходит вы наблюдаете за каналом далее друзья буду вам показывать много про штат техас даллас когда я уже все приеду там все у стаканец как говорится у меня будет много выходить этих роликов так что друзья мои лояльные подписчики кто такие самые крепкие держитесь не отписывайтесь поддержите меня ждите мои ролики я буду вам все показывать рассказать значит друзья сейчас я вам еще покажу чуть-чуть где нахожусь тут особо я не могу выходить тут снимать потому что меня повяжут и увезут в неизвестном направлении так я не буду это делать я так аккуратно хочу покажу и на этом друзья этот ролик интересный закончится дальше следите за каналом и буду с вами дальше и общаться вот так вот друзья все на этом пока все всем крепкого здоровья всего хорошего друзья до встречи на канале тут вот еще амазончик приехал сдает на так тут немножко так трудненько вот смотрите уже практически мордой туда в забор вон башня там их диспетчеры диспетчер посадки взлеты вот здравствуйте дорогие так вот это аэропорт друзья смотрите он взлетно-посадочная полоса вот там вон этот аляска airlines он только приземлился там он вдали еще вон ведь аляска терминал вот так вот тут вот приезжают такие важные люди в масках вот такое все вот это все друзья еще что хочу сказать друзья с вами попрощался опять появился я забыл что-то сказать вам друзья у меня работа тоже поменялось кто наблюдал за моим каналом вы видели что я возил контейнеры все такое найти у меня была работа такая локальная там дома каждый день а теперь друзья я дальнобойщик я буду возить такие груза знаете замороженную продукцию в холодильниках я вожу amazon и теперь вожу такие посылки потом почта юпс я буду возить по всей стране вот такая диспетчер там у меня он грузит мужиков у которой свои траки по всей америке это дальнобой у меня теперь будет ну там такой знаете можно выбирать пары по регионам кататься но мне пришлось поменять работу из-за того что в техас переезжаю и буду пока весь работать дальнобойщиком и показывать вам немножко как я езжу по стране вот так как-то будет вот это друзья хотел вам еще сообщить все на этом и и и и